Понятие права Основные подходы к правопониманию Прежде чем мы дадим с вами понятие права, мы остановимся на подходах к правопониманию И когда мы их рассмотрим, мы по итогу сформулируем понятие права Я предлагаю пойти таким путем Поскольку традиционно вопрос понятия права считается сложным, дискуссионным И каждый дает понятие права свое Хотя при этом все крутятся, по большому счету, вокруг одного и того же Вокруг вот тех основных подходов, которые мы сейчас назовем Первый подход сущности – социальное назначение права Итак, сущности, социальное назначение права Существует три подхода Первый, второй противоречат друг друга, а третий, догадайтесь, какой Да? Золотая середина, да, совершенно верно Мы выделим два блока функций Два блока функций, они делятся на основные Это, собственно, юридические будут И не основные будут в этом же блоке Все-таки базовые, юридические И выделяют второй блок социальные Социальные функции права Ну, юридические Первая юридическая функция, основная функция права Это право, понятие и система Я встретила вот такое понятие, которое мне показалось Вполне себе адекватным и не слишком размытым Я сейчас вам его процитирую А потом мы дальше пойдем разбирать систему принципов права И, в общем-то, мне кажется, она отразится в этом понятии Принципы права – это Вообще, если мы сейчас себе представим любой принцип Мы увидим, что в нем заложены исходные, руководящие начала Они очень часто нам видят Грубо говоря, материальное право – это что? А проциальное право – это как? Теперь разъясню Материальное право, оно как раз регулирует и дает нам Начнем с публичного и частного права Вот что такое у нас публичное и частное право? Это вообще, может быть, слышали выражение дуализм права Дуализм права, двойственность права Это как раз и есть деление И вот первый дуализм права, он как раз возникает там, где право делится на публичное и частное Изначально право вообще не делилось Изначально вообще были мононормы, единые нормы, которые регулировали все подряд Но еще в Древнем Риме стали уже делить право на публичное и частное В чем его смысл? Смысл его выразил еще у нас такой был древнеримский юрист Ульпиан И он высказался так, высказался фразу, которая, в общем-то, весь смысл этого деления и отражает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok